Исторические битвы, вторжения и нашествия, которые часто сопровождались миграциями людей, глубоко изменили генетическое разнообразие местного населения во многих регионах. Но все ли массовые миграции оставляют генетические отпечатки в местных популяциях? После Клермонского собора 1095 г. н. э. в течение двух столетий, начиная с 1096 г., сотни тысяч европейцев прибывали на Ближний Восток, чтобы сражаться в крестовых походах и поселиться в недавно созданных европейских государствах вдоль побережья Восточного Средиземноморья. Хотя справедливости ради стоит отметить, что крестьянский крестовый поход, который был первым, окончился весьма печально, когда толпы слабовооруженных бедняков, не признающих дисциплины, занялись приятными для себя делами, а именно грабежами, еще будучи в Европе. Приютившему их позже Константинополю тоже досталось. Выдвинувшиеся под благим предлогом «защитники веры» грабили не только дома и торговцев, но даже церкви. Трудно было накормить и удержать многотысячную толпу. Но впоследствии горе крестоносцам крепко досталось от турок-сельджуков, выжили считанные десятки, остальные были убиты, включая детей и стариков, а кто имел товарный вид, продали в рабство. Последующие крестовые походы с рыцарями под предводительством дворян были более удачными, однако в итоге все закончилось не совсем хорошо для крестовых походов, но не в целом для Европы. Исторические записи того периода сообщают о различных эпизодах насильственного перемещения местного населения или совместного проживания и смешения с ним. Ранее уже сообщалось об обнаружении европейских гаплогрупп Y-хромосомы, как R1b, в современной популяции ливана, и была выдвинута гипотеза, что поток генов произошел от крестоносцев, когда ливан находился под их властью в средневековый период. Однако недавно, используя последовательности всего генома от современных и древних людей, исследователи обнаружили, что современные ливанцы получили большую часть своего генетического происхождения от местной популяции бронзового века и от примеси, связанной с евразийской степью, которая имела место около 1750-170 гг. до н.э. Таким образом, на аутосомные геномы ливанцев крестовые походы, по-видимому, не повлияли. Древняя ДНК средневековых крестоносцев, прибывших на Ближний Восток и местных жителей, которые были их современниками и взаимодействовали с ними, потенциально может устранить несоответствие между историческими записями, сообщающими о смешанных потомках крестоносцев на Ближнем Востоке и генетикой современного населения, в которой не прослеживается этих примесей. Древняя ДНК того периода также может устранить неопределенность в демографических процессах, сопровождавших крестовые походы, предоставив понимание таких вопросов, как происхождение армий крестоносцев и степень их принадлежности к генетически и географически различным группам, а также насколько генетически похожи современные жители Ближнего Востока на средневековое население и какие генетические изменения произошли после крестовых походов? На эти вопросы потенциально можно ответить сегодня очень подробно, используя древнюю геномику. Однако получение ДНК от крестоносцев является сложной задачей и затруднено в основном из-за малого количества захоронений, которые могут быть связаны с крестоносцами и из-за жаркого и влажного климата на Ближнем Востоке, пагубно влияющего на сохранность ДНК. Одно из немногих известных захоронений крестоносцев расположено в городе Сидон на юге современного Ливана, который теперь называется Сайда. Когда-то он был важным оплотом в Иерусалимском королевстве крестоносцев и местом крупных сражений между крестоносцами и арабами с 1110 по 1249 год нашей эры. В ходе недавних археологических раскопок в Сидоне, вблизи руин замка крестоносцев были обнаружены два массовых захоронения, состоящих из останков как минимум 25 человек, которые имели признаки насильственных травм и датировались радиоуглеродным методом между 1025-1283 годами нашей эры. Частично сожженные тела были помещены произвольным образом в две соседние простые ямы, вырытые в земле. Расположение тел, дата и состояние захоронений, а также монета крестоносцев, выпущенная в Италии в 1245-1250 годах нашей эры и пять пряжек с узорами, связанными с средневековой Европой, позволяют предположить, что в этих могилах захоронены крестоносцы, погибшие в бою в 13 веке нашей эры. Исследователи взяли пробы из каменистой части височных костей у 16 индивидов из этого захоронения. Помимо этого, пробы были отобраны из захоронений пяти местных жителей Римского периода, датированных между 237-632 годами нашей эры на археологическом участке Корнет-Эд-Дейре в биосферном резервате Джебель-Муса на горном хребте Ливан. Таким образом была получена местная родословная жителей до крестовых походов. После секвенирования пригодными для анализа остались 13 образцов древней ДНК, которые объединили для сравнения с ранее полученными наборами древних и современных геномов. Все захороненные у замка крестоносцев оказались мужского пола, а вот метод главных компонент показал уже интересные результаты. Все индивиды из Римского периода Ливана группировались с Ближневосточными и были близки к современным ливанцам. В отличие от них, захороненные у замка крестоносцев были более разнообразными и заметно делились на три группы. Первая группа. Группа из четырёх человек, по-видимому, была местным ближневосточным народом, поскольку они были связаны с Римским периодом и современными ливанцами. Три человека оказалось были европейцами и сгруппированы с различным европейским населением. Двое из них сгруппированы с испанцами и были близки к баскам, французам и северным итальянцам. Третий же был ближе к сардинцам. В третью группу вошло два человека, которые по-видимому занимали промежуточное положение между европейцами и выходцами с Ближнего Востока. Один из них показал близость с неолитическими анатолийцами и был далёк от любого современного населения Западной Евразии, а второй показал близость с ашкенастскими евреями и южными итальянцами. Таким образом, результаты указывают на различное происхождение людей, захороненных в яме крестоносцев. Это как раз может служить примером того, как генетика дополняет и корректирует выводы археологов. С одной стороны, было дано подтверждение тому, что в захоронении были крестоносцы, как и указывали археологические подсказки, но с другой стороны было установлено, что в этом же погребении были выходцы с Ближнего Востока. Это может быть объяснено двумя возможными сценариями. 1. После битвы между крестоносцами и мусульманской армией, погибшие с обеих сторон были похоронены в одной и той же яме. 2. В качестве альтернативы крестоносцы могли завербовать местных ближневосточных жителей в свою армию. И таким образом, погребение могло быть предназначено для людей, которые сражались на стороне крестоносцев. Все древние представители, описанные в этой работе, имели гаплогруппы Y и метахондриальное ДНК, отражающие ближневосточное или европейское происхождение. Европейцы были представлены гаплогруппами R1b Y-хромосомы и метахондриальное ДНК H или U5. А жители Ближнего Востока гаплогруппами Y-хромосомы ETJQ и метахондриальное ДНК G1 или HV. Однако смешанные индивиды имели гаплогруппу Y-хромосомы R1b P312, как у европейцев, и гаплогруппы метахондриальное ДНК HV0 и T2, присутствующие как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Один из смешанных представителей из захоронения крестоносцев имел гаплогруппу R1b 1a2a1a2a, определяемое наличием маркера DF-27. Эта субклада связана с протокельтскими, кельтскими и более поздними кельтеберийскими движениями, и она широко распространена в Иберии. До 70% мужчин-басков и редко встречается в других местах, поддерживая предыдущие результаты исследователей, что этот человек произошёл от европейца, связанного с северными испанцами или басками. В целом, комбинированные результаты гаплогрупп Y-хромосомы и метахондриальное ДНК позволяют предположить, что у смешанных индивидов, возможно, были отцы европейцы, а матери из Ближнего Востока. Но более сложный сценарий смешения, где смешиваются сами родители, также мог привести к этому результату. Данные предполагают, что примесь произошла в Ливане во время крестоносцев. Поэтому исследователи пытались проанализировать последствия этой примеси для геномов-ливанцев, отслеживая генетические изменения в Ливане до и после крестовых походов. В итоге результаты показали, что генетическое наследие крестоносцев по целому геному не наблюдается у ливанцев в настоящее время, даже если их предки смешивались с крестоносцами. Исследователи предполагают, что примеси во времена крестоносцев не были достаточно широко распространены, чтобы оставить значительный генетический след в современных популяциях. А общая недавняя геномная история европейцев и жителей Ближнего Востока, также способствовала быстрому разбавлению специфического генетического потока от крестоносцев. Например, анатолийцы неолита и люди, связанные с евразийской степью Бронзового века, которые внесли свой вклад в развитие европейцев, сами по себе были смесью населения, в которую входили жители неолитического Ливанта и иранцы Медного века, а они также были основными участниками генетики ближневосточных народов. Примечательно, что значительные генетические изменения в ливанцах после крестовых походов, по-видимому, произошли не от крестоносцев и не от ливанских христиан, а были в основном ограничены ливанскими мусульманами. Генетики нашли два сигнала таких примесей. Первая примесь может быть обнаружена с перекрывающимися датами как у ливанских христиан 850-150 г. до н.э., так и у ливанских мусульман 900 г. до н.э., 500 г. н.э. и согласуется с обнаружением этой примеси у индивида из древнеримского периода 240-400 г. н.э. Вторая примесь была характерна для ливанских мусульман около 1550-1700 г. н.э. Время этой примеси совпадает с владычеством Османской империи над Ливаном. Исследователи предполагают, что турки, которые сами имеют восточно-азиатское происхождение от сельджуков, передали эту родословную ливанским мусульманам. А африканская примесь была передана ливанским мусульманам, скорее всего, благодаря работорговле в Османской империи и запрету немусульманам владеть рабами в этот период. В целом, в этой статье исследователи представили новые данные о последовательности всего генома древних людей, которые жили во времена, когда на Ближнем Востоке разворачивались важные исторические события. Полученные образцы периода крестоносцев свидетельствуют о генетическом разнообразии, которое существовало в этом регионе, включая европейцев, ближневосточных представителей и их смешанных потомков. Однако эта неоднородность была переходящей в геномной истории Ближнего Востока, поскольку за исключением некоторых линий Y-хромосомы современные популяции получили большую часть своей родословной от местных жителей до крестовых походов. Эти данные указывают на то, что в истории человечества могут быть и другие важные события, которые не обнаруживаются в ДНК людей, живущих сегодня. И если эти события не так хорошо документированы, как крестовые походы, мы просто можем не знать о них. К тому же исторические записи часто очень фрагментарны и потенциально предвзяты. Результаты демонстрируют, что стоит тщательнее рассматривать древнюю ДНК даже в те периоды, когда создается впечатление, что никаких событий, способных повлиять на генетику народов, не происходило. А человеческая история может быть полна этих переходящих импульсов генетического смешения, которые исчезают без следа. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok